Итак, дорогие друзья, школа Валерия Бонсиновского, Киви. Сегодня мы в этом курсе рассмотрим методы соотношения координат, то есть то парен, то локал, то виндов, то биджет. Значит, посмотрите курс. Наша задача, я очень хорошо в курсе разъяснил на пальцах, и в конце мы восьмого урока создали прочные ассоциации. Итак, зачем нам эти методы, прежде чем дальше продолжить писать код, а именно динамического изменения фигур, давайте поймем. Вот смотрите, в справке метод описан следующим образом. Например, возьмем метод toporrent. Этот метод преобразует относительные координаты внутри Relatively Old к родительскому элементу Relatively Old. По сути дела, человеку, который не копался в Киви, это ни о чем не говорит. Просто, что радио послушал. На самом деле, для этого и был создан курс, так как без этого нельзя двигаться. Ну, например, объясним теперь нормальным человеческим языком. У нас есть фигура. Вот, например, если кликнуть здесь и тянуть, то фигура не тянется. Так вот, например, метод toporrent создан, чтобы создать область определенную. Мы создали прямоугольник, кликнув в пределах которой, можно тянуть. Так, я думаю, проще и понятнее, согласитесь. В курсе мы разобрали все четыре метода и, самое главное, создали ассоциации, где и когда применяется тот или иной метод. Вот именно после этого курса мы начнем применение этих методов на практике. И очень важно это начать с понимания. Без нормального понимания данных методов нам не очень будет понятно вообще, значит, какие методы, где применять. Какой метод применять при рисовании, какой метод применять при передвижении. Поэтому данные методы являются очень важными. А далее мы будем писать код уже и после данного курса и после написания кода мы получим определенный шаблон, что вы сможете создавать движущиеся фигуры, менять отношения и так далее. На самом деле, если мы посмотрим метода четыре, да, их немного, но, в принципе, что тут рассказывать, это надо смотреть курс, потому что каждый метод выполняет свое действие. Если топорен, который мы только что рассмотрели, он действует в пределах только данной фигуры, то другой метод будет действовать по отношению, например, к всему окну. И так далее, и так далее. Смысл, зачем этот курс, вам понятен. Ну и я обычно говорю, как найти школу. Все очень просто. Можно набрать spb-tut.ru, здесь нажать еще, и здесь найти Python for Android, и перейти на вот этот вот сайт. Успехов! Спасибо! Продолжение следует...